Сегодня я хочу вместе с вами открыть книгу-притч, 16 главу. И я прочитаю это местописание по переводу российского библейского общества, это современный перевод, чтобы как бы освежить наш взгляд, хотя он не сильно, этот перевод этого стиха не сильно отличается от синодального, но все-таки. Итак, притча, 16 глава, 32 стих. Выдержка лучше богатырской мощи, кто владеет собой сильнее покорителя городов. Я вчера, когда просматривал новости, наткнулся на одно сообщение, что в Южной Корее какой-то известный преступник был отпущен на свободу. И там было написано такое, что, скорее всего, на свободе он пробудет недолго по той причине, что этот человек совершенно не умеет контролировать свой гнев. Бывает, в гневе он натворит, натворит, вот ну, а потом уже бывает поздно. И как раз, когда я вот читал эту новость, у меня возник в памяти вот этот стих. Я вот прочитаю вторую часть. «Кто владеет собой сильнее покорителя городов?» Знаете, очень важно отметить то, что владеть собой – это прежде всего, и об этом говорят многие психотерапевты, и ученые говорят. Владеть собой – это прежде всего владеть своим вниманием. То есть суть силы воли, почему ты часто сдерживаешься, не отвечаешь, может быть, не реагируешь в гневе, ты умеешь контролировать свое внимание. То есть концентрация внимания – это когда ты умеешь направлять свое внимание осознанно на что-то, даже порой на малоинтересные для тебя объекты. И специалисты говорят, что умение концентрировать внимание – это как будто мышцы нашей психики. Как вот занимаясь физически, чем более развито твое тело, тем более развиты твои мышцы, тем на большее ты способен. Точно так же и у нашей психики. Заметьте, разные возможности. Один что-то может перенести, другой нет. Почему? Мышцы психики не развиты. А мышцы нашей психики – это и есть концентрация внимания. И это настолько важно, что я помню, в свое время был чрезвычайно удивлен, когда читал про подготовку космонавтов. Вы знаете, когда космонавтов готовят полеты, там есть и барокамеры, и центрифуги, и их там крутят-вертят, и головой вниз, ногами вверх. Готовят их к полету. Но что интересно, одно из самых сложнейших заданий по признанию космонавтов – не центрифуги, не барокамеры. Они садятся перед циферблатом часов, где есть секундная стрелка. И у них такое задание. В пять минут они должны внимательно следить за секундной стрелкой, за каждым ее движением. Думать об этом в течение всех пяти минут. Если вдруг ты отвлекся куда-то, ставится минус, и ты возвращаешься, и снова начинаются эти пять минут. Пока не сможешь все пять минут, не отрываясь, следить и думать о секундной стрелке. Это испытание так и называется – секундная стрелка. Почему? Потому что для космонавта качество, концентрировать внимание – это не просто важно, это жизненно важно. Цена ошибки велика. Это много-много миллионные оборудования, ну и в конце концов собственная жизнь. Вот какая цена этой ошибки. Если бы люди не теряли внимания, у нас бы ДТП не было на дорогах. Почему? Потому что люди отвлекаются. Не случайно алкоголь запрещен. Потому что во время алкогольного опьянения внимание человека рассеяно, он не может концентрироваться вниманием. А когда ты, бывает, едешь, да, и улетел где-то, и вот что-то произошло, а тебя как бы здесь нет, и ты вроде бы нажимаешь на тормоз, но поздно. Поворачиваешь, но не туда. У меня один знакомый, очень хороший профессионал, который практически отлично знает машину, а когда он попал в аварию? Он попал в аварию, когда готовился к собственной свадьбе. Была свадьба, он там ездил по делам, сами понимаете, перед свадьбой дел очень много. Этот человек, который практически никогда не попадает в аварии, в это время именно попал в аварию. Потому что ты едешь, а в голове-то что у тебя? Свадьба, 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 свадьба. Нет никакой концентрации внимания. Когда мы сегодня смотрим, вот в нашей семье у нас Алиса участвует в разных музыкальных конкурсах, и вот вы знаете, что интересно, вот в чем, наверное, один из ее таких даров? Потому что немало ребят, детей, которые хорошо могут играть, но хорошо играть это еще не все. Важно уметь перед конкурсом сконцентрировать внимание, чтобы за короткое время выдать лучшее, на что ты способен. И есть ребята, которые отлично играют, но не могут, вот когда необходимо, сконцентрироваться и выдать. То же самое и в спорте происходит, когда ты должен вот на какое-то короткое время вот словно собрать, сконцентрироваться на лучшем, на что ты способен. Ведь это везде так. В проповеди точно так же. Когда бывает проповедник не может сконцентрироваться и говорит, говорит, и люди сидят, слушают, и не могут понять, о чем речь, потому что все как-то не сконцентрировано, непонятно. И если нельзя собирать, нельзя собрать внимание, то какой может быть результат? Да никакого. Мы не так давно приготовили записать одну программу. Я должен был начать записывать цикл передач по одной христианской теме. И вот я приехал сюда и приготовился, у меня есть конспект, все готово, там уже камеры поставили. И вдруг там информация, я общался, и там одна информация, которая просто вывела меня из рабочего настроя. Там какая-то негативная информация. Я расстроился, я сижу, я потом иду, и чувствую, я иду, а я не готов. Я не готов. В смысле, как не готов? Ты не знаешь, о чем говорить? Знаю, у меня конспект готов. Я причесался, вымыл волосы, все подготовил, камеры, все готово. А я не готов. Почему? А я чувствую, мои мысли не здесь. Я вот иду, пытаюсь сконцентрироваться на конспекте, а мысли мои вот с тем событием негативным. Я думаю о нем. Я понял, что нет смысла записывать. То есть, конечно, я могу сесть, могу, но это не будет так, как я бы хотел, чтобы это было. Почему? Потому что я почувствовал, что я вот не способен именно сейчас сконцентрировать свое, сконцентрировать свое внимание. Я хочу вам один ролик показать, который мы некоторое время назад записали. А потом я продолжу. ролик, где я экспериментировал со струями воды. Там струи воды. И вот посмотрите на экран. Видите, просто взял трубу, и мы в нее запустили воду. И дырочку сделали. И вот струя поднялась. А рядом я открыл еще одну заклеенную дырочку. Видите, струя сразу что? Опустилась. Потом еще одна дырочка была, и мы открыли. Струи воды стали еще ниже. Еще одна дырочка открыл. Видите, еще ниже. Вот так продолжал. Видите, из каждой новой открытой дырочки в этой трубе напор воды меньше, и струи ниже. Вот они. А теперь я взял и теми же самыми изолентой стал заклеивать дырочки. Видите? И снова осталась только одна. Вот это настолько наглядно. Просто вот мне пришло, решил записать, чтобы вам показать. Вот точно так же драгоценные мы в жизни, вот как вот в этом небольшом ролике, когда ты на что-то, на чем-то сконцентрирован, чему-то посвящен. Напор какой. Как будто вся твоя энергия, вся твоя жизненная энергия и эффективность. А когда одно, второе, и третье, и четвертое, и пятое, и тут еще передача, и это, и это. Вроде бы как бы, знаете, энергия у тебя та же, а эффективность другая. Словно она распределяется на много, на много, на много вот этих струек. И нету того эффекта, который ожидаешь. Потому что сила концентрации, это эффективность в любой деятельности. Я как-то читал воспоминания Станиславского, создателя театра нашего, одного из ключевых создателей нашего театра. Я обратил внимание на такой эпизод, который Станиславский описывает. Вот послушайте. На спектакле одной из заезжих в Москву знаменитостей, внимательно следя за гастролером, я актерским чувством учуял в нем знакомое мне сценическое самочувствие. Я за него ощущал, что все его, все его внимание, Станиславский пишет про актера, гастролирующего, которого он смотрел. Я ощущал, что все его внимание по ту, а не по эту сторону рампы. Что он занят тем, что происходит на сцене, а не в зрительном зале. И что именно это сконцентрированное на одной точке внимания заставило меня заинтересоваться его жизнью на сцене, потянуться к нему, чтобы узнать, что там его так сильно занимало. В этот момент я понял, что чем больше актер хочет забавлять зрителей, тем больше зритель сидит барином, откинувшись назад и ждет, чтобы его услаждали. Не пытаясь даже принять участие в происходящем творчестве. Но лишь только актер перестает считаться с тобой, с толпой в зале, как она начинает тянуться к нему, особенно если он заинтересован на сцене чем-то важным и для нее самой. То есть, вот, конечно же, Станиславский это пишет прежде всего для актерского искусства, но он показывает, вот в чем разница между хорошими актерами и плохими актерами. Хороший актер, он сконцентрирован на том, что он делает. То есть, его внимание, пишет Станиславский, по эту сторону рампы, а не по ту. А когда по ту, когда внимание рассеяно, когда там, вон там что-то, а этот в носу ковыряет, а то что-то пошел, может ему не понравилось, а тут что-то с кислым лицом сидит. И внимание, внимание рассеяно, и в итоге люди перестают верить тому, что человек играет, потому что он сконцентрирован не на том, что в данный момент происходит на сцене. И вот этот великий режиссер, он и показывает, что важно быть посвященным, то есть все внимание свое, сконцентрировать на том, что ты делаешь, и по сути вот от умения концентрироваться зависит успех в любом деле. И на работе у нас, и в семье, и в отношениях, во всем. И это настолько простая вещь, что мы почему-то о ней не думаем. Наше внимание рассеяно везде, везде, везде. Я вот специально попросил, чтобы мне вот принесли иголку, вот, принесли иголку с ниткой, и вот смотрите, иголка, да, вот, если надавить посильнее, палец проткнется, а если взять палочку, вот, палочка, и я надавлю с той же самой силой. Вот если бы я так иголкой ткнул, проснул бы, а палочкой нет, одни и те же усилия. Почему? Элементарно же. Сила у иголки сконцентрирована на маленькой, малюсенькой точке и протыкается. А здесь те же самые усилия распределяется на большую площадь. И нет такого же эффекта. Вот так, дорогие, происходит и с нашей концентрацией. С нашей концентрацией. Вот почему сегодня так много говорят о СДВГ, да, синдром дефицита внимания. Когда внимание людей рассеяно. То есть ты делаешь одно, в голове другое, потом отвлекаешься на третье, рассеянный с улицы бассейной, да, вместо шляпы на ходу надел сковороду, то есть куда-то пошел, сам где-то в другом, чего надел, не обратил внимания, сел в оцепленный вагон, там не обратил, не посмотрел, куда он едет, он где-то вот весь в своем находится, в этом вот рассеянном внимании. И вот этот вот синдром дефицита внимания, расстройство развития, когда у человека трудности с концентрацией внимания, трудности, и получается то, что ты делаешь, оно либо вообще не нужно, либо очень мало нужно, потому что не умеем мы сконцентрироваться. Это как вот бывает, читаешь страницу книги, и вот так прочитал, перевернул, и вдруг подумал, а что я сейчас прочитал? И тут ты поймал себя на том, что ты глазами читал, в это время думал о другом, страницу перевернул, и пытаешься вспомнить, что ты только что прочитал, и не можешь. Не можешь? Это одно из главных отличий нас от животных. Интересно, что ведь на определенном уровне у животных и мышление есть, у животных эмоции есть, бывают довольные такие лежат животные, и язык у них на определенном уровне есть, но чего у них нет, это сознательной концентрации внимания. Животные и их внимание только на вещах, которые появляются извне. Вот собака, вот у нас овчарка была, вот собака, птица села, там ее позвали, лора, смотрит она, что-то там кто-то заскрепел, побежала, ходили с ней, когда в лес гуляли, она везде смотрит, то есть она ищет и тот источник, который ей покажется наиболее интересным, там она и всей своей концентрацией. А когда собака вот приходит, ничего, ни птичка чуть не села, не зовет, ни кто-то, она так крутится, она вот ищет, ну, кто бы меня отвлек, кто бы меня отвлек, а ничего нет интересного для нее. Что собака делает? Ложит голову на лапы и спит. А что? Что еще ей делать? У них непроизвольное внимание зависит от раздражителей извне. Мы с вами отличаемся именно тем, что у нас произвольное внимание. мы можем решать, на чем концентрировать осознанно свое внимание. Мы можем концентрировать даже на, ну, не очень интересных вещах. Поэтому, когда, вот, особенность детей, детского развития, вот, в чем их особенность? Что они неумные? У них ум отличный. У них нет талантов? У них отличные таланты. Почему они дети? У них еще не развита способность концентрации осознанного внимания. Я помню, когда мы в педагогическом университете разбирали, и нам на всю жизнь запомнилось, ребенок может на одной задачке сконцентрироваться в течение пяти минут. Все. Вот пять минут он может сконцентрироваться. Потом все. Нет. Вот он не может. Тоже происходит по идее к девянадцати годам уже должно это как-то все выровняться. Но у некоторых нет. Вот это и есть СДВГ. Когда мы не можем сконцентрироваться ни на чем долго. Ни на чем не можем сконцентрироваться. Наше внимание как у собаки. Он скачет везде. Зависит от внешних каких-то раздражителей. Нас надо все время как-то развлекать. Ну сейчас такое время, что развлекателей сегодня много. Интересно очень за людьми наблюдать, когда бывают вот какие-то перебои с электроэнергией, и вот вечером нет света. Вечером нет света. телевизор не работает, интернет не работает, даже лампочку не включу, чтобы там почитать. И вот человек без всего. Нет никакого раздражителя из них. Люди так походят, 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 походят. И что? Ложатся спать. Ничего. Хотя вот именно наличие вот произвольной концентрации внимания нас-то и отличает. И не случайно вот я хочу прочитать Евангелие от Матфея седьмую главу, седьмой стих. «Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам знаменитые слова Христа в Нагорной проповеди, ибо всякий просящий получает и ищущий находят и стучащему отворят». То есть посмотрите, на чем мы фокусируемся, то реализуется в нашей жизни. Находим мы то, что ищем. Открывают нам там, где мы стучим. Дают нам то, о чем мы просим. в этой же Нагорной проповеди Иисус сказал эти знаменитые слова, о которых мы говорили во время прошлого собрания. «Ищите прежде Царства Божьего и правды Его». Мы об этом говорили на прошлом собрании, ко мне подошли и говорили, «Пастор, ну а как вы, что значит искать Царства Божьего?» Прежде всего, когда наше внимание сфокусировано на нем. в последнее время очень много говорят про осознанность. Слово очень часто встречается. Драгоценное осознанность это очень простое понятие, и я убежден, оно библейское понятие. Почему? Осознанность это уметь видеть, куда направлено твое внимание. То есть, как будто ты наблюдаешь за собой со стороны, смотришь на себя со стороны и видишь, на чем ты концентрируешься, о чем ты думаешь, какие эмоции ты переживаешь, какие мысли к тебе приходят. Неосознанный человек, он просто плывет по течению. Осознанность же, он видит, что он делает, чем он занимается, что ему необходимо делать. И вот сейчас, если мы подумаем, а мы к кому относимся, мы ближе к кому? К собаке? И точно так же в церкви, да, там что-то такое, там кто-то закричит, и что это такое? Сразу внимание, да? там лампа. Многие люди, они сидят, все, их уже здесь нет, проповеди нет. Пять минут послушал, все, как в школе. Новый предмет давай, нового проповедника давай, этого уже не могу концентрироваться на том, что он говорит. Вот это детское мышление. Но при этом мы же очень хотим пережить Бога, Царства Божьего. И нам-то все время и говорят, надо, чтобы пережить Бога, надо что? Надо молиться и Библию читать. И мы болимся, и мы Библию читаем. А Бога не переживаем. Потому что я же говорю, есть неосознанное чтение Библии. Ну, по плану прочитал ты там несколько страниц, сел, помолился за всех, за всех болящих, за всех восстанавливающихся, за всех помолился. За всех. Но это неосознанная жизнь. Неосознанная. Ты не думаешь о Царстве Божьем. Как не думаешь? Я же молюсь. Ты думаешь о проблемах, о ситуации в стране, ситуации в семье, ситуации у родных и близких. В этом нет ничего плохого, но при этом это Царство Божье. Очень интересно, что Лев Толстой, он, чтобы вести осознанную жизнь, вот осознанную жизнь, он специально с молодости решил вести дневники, чтобы каждый день он мог записывать вообще, что в его жизни происходит. И Толстой говорит, что он как бы со стороны наблюдал за собой, чтобы его жизнь она шла вот в том направлении, в котором он хочет. И вот одна из его записей, из его дневника, посмотрите, очень интересно. Как раз по теме того, что мы говорим. «Я обтирал пыль в комнате, не было». И дальше он такую интересную вещь пишет. «Если целая жизнь многих пройдет бессознательно, то эта жизнь как бы не была». Сегодня мы берем книги Толстого и удивляемся, думаем, ой, как же можно было написать «Войну и мир»? Ану Каренину написать «Толстенные книги». Их сегодня мало кто прочесть-то может. Потому что у нас на рассказ Чехова максимум хватит в концентрации внимания. А тут такие книги. А он это не то, что он-то написал. И мы еще знаем, что он, поскольку не было в то время компьютеров, где можно тут же вносить поправки в текст, он еще несколько раз эти тексты переписывал с поправками. Как такое возможно? Безусловно, конечно, Толстой был гений, но вот фантастика, он работал над концентрацией своего внимания. Он мог какое-то время посвятить часы, чтобы сконцентрированно заниматься с чем-то. И знаете, что интересно, даже не имея великих способностей, если ты развиваешь в себе вот эту концентрацию, и ты можешь длительное время всего себя посвящать какому-то делу, то ты там неизменно добиваешься результата, неизменно добиваешься успеха. Я в своей жизни сколько раз наблюдал, когда писал книги, те книги, которые мной написаны, христианские книги, вот берешь книгу и вот не скажешь, что ты знаешь четко, о чем ты будешь писать. То есть, конечно, направление есть, но как? Ты многое не знаешь. И вот можно так сидеть и думать, и думать, и все бесполезно. Но что интересно, если ты начинаешь над книгой работать, просто садишься и начинаешь писать, и ты стараешься сконцентрироваться, думать о том, что пишешь, то вдруг у тебя начинают приходить мысли, приходить мысли, приходить мысли, и эти мысли начинают вести словно тебя дальше и дальше и дальше и дальше. Мне очень интересно, некоторые говорят, Виктор, в последней проповеди Бог нас сильно касался. Вы знаете, эти проповеди, это просто было, это результат того, что я был просто перед Богом. Когда ты сидишь и молишься, и ты сконцентрирован на Царстве Божьем, вдруг начинают приходить эти вещи, какие-то откровения, Бог начинает тебе говорить. Читаешь Священное Писание, там, как я вам показывал, первую главу Экклезиаста, да, и вот ветер кружится, кружится, возвращается на место свое, и вот все реки текут в море, но море не переполняется, возвращается на место свое, да, и я вот когда смотрел на это все, да, вода кружится, воздух кружится, солнце, он говорит, идет, идет, там, к западу, и снова возвращается, огонь, да, вот это, все эти стихи, ты сидишь, и ты, можно начать так, ну, все, кружится, 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 а утюг я выключил, нет, кружусь тоже, я тут везде бегаю, а ребенок сегодня, кто его заберет из школы, и ты все, пошел, и у тебя мысли, там, 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 сам, там, 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 там. Вот это суета, суета, вот это прям про меня, суета, сует, все, все, почитал, пошел. Понимаете, толку нет. От неосознанного чтения Библии очень маленький толк. Я помню, когда ты начинаешь вчитываться, и просто ты, ты вчитываешься в текст, и вдруг у тебя невольно начинают рисоваться круги. Вау, круг, и тут круг, и все кружится, ветер кружится, и все одно и то же. Огонь кружится, солнце одно и то же. И вода кружится, круговорот воды в природу одно и то же. И вдруг ты понимаешь, что он ищет эту точку, которая была бы незыблема, вот это некое то, что мы называем вечностью. У меня рождается вот эта схема атома, где, помните, вот эта схема точкой, и вокруг это кружение. Скажешь, ой, как так получилось? Просто концентрируешься на тексте. Все, все. И от этого зависят результаты, от этого зависят, как у нас получается или не получается. И Толстой, вот он все время концентрировался. А когда живешь без концентрации внимания, то ты как бы живешь на автомате. И вкуса жизни нет. Почему Толстой говорит, эта жизнь, как будто не жил и не жил. Она впустую прожита. Это вот, ну, может быть, наиболее яркий пример, когда ты хочешь кушать какую-нибудь вкусную пироженую. Она такая вкусная, и ты ее любишь. Но вдруг там тебе позвонили, и тебя каким-то загрузили вопросом. Ты сидишь, ты об этом думаешь, ты кушаешь пироженую, пироженую съел. Я пироженое съел. А вкуса не почувствовал, да? Бывает такое? Вкуса не почувствовал. Как вот эта прочитанная страница. Прочитал, а даже вспомнить не можешь, о чем там было. Пироженое съел. И даже не можешь вспомнить, оно какое было. Потому что ты ел его на автомате, а думал о другом. Не случайно мудрые люди говорили, когда ты делаешь, то делай именно это. Когда ты идешь, иди. Когда ты моешь посуду, мой посуду. Когда разговариваешь, разговаривай. У нас сегодня многие вещи уходят, мы даже поговорить не можем. Мы сидим, общаемся, разговариваем. Кто-то в телефоне, и он не здесь. Он там, а-а-а-а, все, ушел. Людей как будто нету, их не собрать, вот это. Внимание, оно не собрано. Оно где-то так вот витает. И поэтому общение есть, а удовлетворения от общения нет. Всегда много еды сегодня. Удовлетворения нет такого, что мы едим как-то все, бежим. Нам надо лететь, бежать куда-то. И мы не в том, что мы делаем. И вот этот стиль жизни приводит к тому, что у нас так все. Мы и Библию так читаем. Мы и молимся точно так же. Сидели, сел, помолился, да, там, какое царство Божие, там, вот это, вот это, еще тут проблемы, а там еще сложности. Ой, Новый год, еще подарки. И ты сидишь вот, помолился называется. Приходишь только, пастор о каких-то переживаниях Бога говорит, ты же о чем ты, пастор? Я вроде и молюсь, а переживания Бога нет. И мысль приходит, может меня Бог не очень любит. Почему он кому-то открывается, а кому-то нет? А очень просто, потому что ты не молишься. Как не молюсь? Я сажусь. Да это не молитва. Вы что думаете, молитва это ритуал, что ли, какой-то? Сел все. С этого момента я молюсь. И Бог такой, ну все, открывает люк с небесы, начинает тебе откровение посылать. Аминь, закончили. Бог говорит, ну все, закрыл. Так что ли это происходит? Молитва, вы понимаете, это не ритуал, это беда, когда мы молитву в ритуал превратили. Молитва это состояние. Вот почему апостол Павел писал о непрестанной молитве, о состоянии, в котором можно находиться в единении с Богом. Вот он о чем говорил. Иначе мы не видим вещи. Я, вы знаете, одно из самых величайших откровений, которые я пережил в этом году, оно очень простое. Я вдруг понял, откровение, я об этом делился в течение всего года, потому что для меня это было настолько, вызывало восторг, такой восторг вызывает. Откровение это видеть очевидные вещи. Видеть очевидные вещи. Мы потому их и не замечаем. Что все время, мы где-то так. Мы во время молитвы не в молитве. И во время чтения Библии мы не в Библии. А в других вещах мы понимаем, но мы не умеем концентрироваться в том, в чем находимся. И просто нас несет куда-то по течению. Есть знаменитый тест на внимание. Я хочу вам его показать. Знаменитый такой тест. Думаю, некоторые его знают, видели. Очень известный видео-тест. Но те, кто не знают, я скажу, будут две команды игроков. в белых футболках и в черных футболках. Я вот прошу вас, посчитайте, насколько вы можете концентрироваться. Посчитайте, сколько передач мячей сделает белая команда. Если кто-то проходил этот тест, пожалуйста, не подсказывайте. Ничего не говорите сколько раз. Ничего не говорите. Давайте посмотрим. В общем, будет две команды. Две команды. После того, как это все, нажмите на паузу, хорошо? Я скажу, когда нажмите на паузу. Две команды. Обратите внимание именно на белую команду и посчитайте, сколько пасов друг другу сделают игроки белой команды, не отвлекаясь на другую команду. Хорошо? Давайте посмотрим это. так на паузу. Нажмите, пожалуйста, на паузу этот ролик. Хорошо. Кто первый раз смотрел этот тест и сколько вы насчитали пасов? Двенадцать? Четырнадцать? Одиннадцать? Тринадцать? Хорошо. Поднимите руку, кто впервые этот тест смотрел и впервые считал. Поднимите руку. А теперь опустите руку, не, поднимите руку. А теперь опустите руку, кто заметил что-то необычное. Так. Хорошо. А теперь смотрите. Немножко назад промотаем ролик. Включайте дальше. Включайте дальше. Просто. Плей. Сейчас назад, 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 назад. Обратите внимание, заходит черная горилла. Черная обезьяна. Встает посередине, бьет себя в грудь и проходит. Сейчас по-честному. Кто это впервые смотрел, читал и не заметил черную гориллу, поднимите руки. Вы понимаете, что происходит в этом мире? Вы думаете, что там они за наши деньги воюют, за наша конкуренция, за наше внимание происходит? Взять наше внимание, чтобы ты на чем-то так сильно сконцентрировался. Все телевизионные передачи. Что? Это стремление взять твое внимание. В той передаче там в трусах все показывали, а у нас без трусов будет? У них без трусов, давайте смотреть у них. Пытаются взять наше внимание. Политтехнологи отвлекают нас разными маневрами. Разными маневрами, только с одной целью забрать наше внимание, направить наше внимание туда, куда, хотят, потому что, когда они возьмут твое внимание, они возьмут власть над тобой. Поэтому это самый лакомый кусок для всех. Отвлечь тебя, потому что, если твое внимание взять, там будет черная горилла ходить, ты ее не увидишь. В этом секрет, почему Бог вездесущий, то есть, куда бы ты не посмотрел, он везде, и одновременно с этим мы Бога не видим. Вездесущего Бога не видим. И когда происходит такой пастор, ну мы же молимся, ну мы же молимся, молимся, наше внимание отвлекается, когда фокусы делают. Ведь цель фокусника какая? С одной стороны, ловкие руки, а с другой стороны, он что-то делает такое, и ты такой, а в этот момент и не только фокусники, а все карманники, все мошенники. Помните 90-е годы, кручу-верчу, запутать хочу, колбачки эти с шариками были. Все, ты думаешь, как вот он тут. Настолько внимания отвлечь, что ты смотришь, не можешь понять, где шарик. Запутать тебя, отвлечь твое внимание, отвлечь твое внимание. И мы начинаем сразу быть, как вот эта собака Павлова. Мы только на внешние ресурсы реагируем. Там, о, сюда, сюда, а, там, там, о, 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 а Бог где? Не знаю. И также на молитве происходит. Пастор говорит, надо молиться, Бога переживать. Я сейчас переживу Бога. Ты такой, садишься во время молитвы. И начинаешь молиться. И пошли мысли, да? И ты сидишь, сидишь, сидишь. Вот почему я говорю, вы поймите, лучше пять минут помолитесь, но сконцентрируйтесь на Царстве Божьем. Когда мы проводили выезды, молитвы, созерцания, самое сложное, это просто вот здесь оказаться. Вот здесь оказаться. потому что мы тут же отвлекаемся. Вот мы отвлекаемся, мы отвлекаемся, мы отвлекаемся. Пастор говорит, не отвлекайся, о доме не думай, о том не думай, это не переживай. То есть ты там вообще, там создаются такие условия на наших выездах, чтобы ты не думал, и где тебе приготовят. Не думал, а с нет, там все будет готово, да? Чтобы ты просто пребывал в этом. А многие люди, ой, ничто меня не отвлекает. А на внутреннее ты уделять внимание не привык. И ты что? Спишь. Научи меня, Боже, молиться, твой священный закон исполнять. В сон мы впадаем, в спячку впадаем. Поэтому, драгоценная, вот настоящая молитва, это когда ты прежде всего, ты словно отрезаешь себя от всех вот этих игроков. Ты отрезаешь себя от считания передач, от этих забот, потому что чем больше в вашей голове вот этих заботливых мыслей, этих переживаний, тем меньше вы ощущаете Бога. Важно уметь освободиться. Это, конечно, чувство навыкам приучено. Это не дается сразу, но это нужно тренироваться. Я некоторым из вас вообще говорю, может быть, вам перестать вообще Библию по плану читать, потому что читаешь Библию по плану из года в год, как будто ничего в ней уже не видишь. Прочитайте одну главу в день, но со вниманием, вот сконцентрировавшись именно на этой главе, вчитываясь именно в эти стихи, не думая параллельно о всех всевозможных заботах. Может быть, за год вы таким темпом не прочитаете все Писание, но пользы больше будет от вчитывания Слова Божьего, размышления над Словом Божьим. Или, как Иисус говорил, исследуйте Писание. Вот это есть сконцентрированное чтение, внимательное чтение. Точно так же и молитва. Понимаете, мы делаем часто молитву частью нашей суетливой жизни. И там дела, и там дела, и там дела. Надо молиться. А во время молитвы Боже, за эти дела, и 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 все благослови. Все. Вот молитва. Настоящая молитва, когда ты словно отходишь вот от этой концентрации на этих мелочах, на этих делах, на этой суеты и ты вдруг начинаешь видеть картину начинаешь видеть этих обезьян невидимых которые раньше ты их не видел этих горилл ты вдруг начинаешь многие вещи осознавать в этом суть субботнего дня почему бог говорил 6 дней работы 7 отдыхай не только для физического отдыха потому что сегодня мы думаем а что мы 6 дней день на производстве а седьмой впахиваем в другом месте в семье на даче еще где-нибудь у детей у внуков к детьям и внукам не ездить почему но это не седьмой день в этом же огромный смысл был смысл седьмого дня остановиться вот какой смысл словно ты отходишь от всего а теперь я все отхожу от всех этих дел от забот не то что я я не работаю но в голове я еще работаю учись освобождать свое сознание и думать о вечности этот день принадлежит богу целиком не только ты не ходишь на работу мыслями ты в этом сознанием ты в этом я вам скажу вот на своем примере чем больше в моей жизни я это делаю тем более становятся очевидны множество вещей мне кто говорит ой пастор такой умный вообще не в этом дело я во многих способностях точно такой как большинство людей то что я в себе в жизни развивал это умение на чем-то концентрироваться продолжительное время и эффект приходит результат приходит именно отсюда именно из-за этого поэтому когда мы говорим там вот читай библию молись это правда и это неправда потому что это можно делать но ничего в твоей жизни не изменится потому что ты делаешь это не осознанно как ребенок там почитал пять минут а все остальное там просто глаза просмотрели текст а ум был в другом месте и молитва точно так же и все это точно так же и в этом мире есть немало таких же карманников фокусников они отвлекают наше внимание от всего берут его и мы погружены целиком в суету мы так в нее погружены что мы не можем ни во время молитвы от нее отойти поэтому и не видим очевидного очевидного не видим мы не можем во время чтения библии отойти поэтому опять-таки и слышим голос божий к нам лично обращенный через строки священного писания я думаю вы понимаете что я об этом говорю не случайно именно сейчас накануне нового года когда у нас выходные в стране больше чем в большинстве известных не стран его можно их можно по-разному использовать можно просто не работаем это время когда мы должны словно отойти от нашей обычной жизни и от профессиональной и от семейной и от служения может быть нужно на какое-то время отойти перестать концентрироваться на пасах игроков на этой белой или черной команде отойти чтобы словно увидеть картину целиком вот почему я каждый год говорю задавайте вопросы себе ходите с вопросами с вопросами а то что я делаю в последнее время я доволен этим а куда я двигаюсь вот все эти последние месяцы своей жизни а что в моей судьбе происходит в последнее время а к чему я стремлюсь а что я хочу и когда вы начинаете думать вот об этих вопросах то молитва совсем другое становится я когда молюсь у меня сознание вот я пришел в этот мир голеньким и без всего отсюда уйду вот и все и когда ты начинаешь вот мыслить как бы со стороны вечности смотришь на свою жизнь то все переоценивается ты словно многое начинаешь по-новому видеть по-другому осмысливать это все твоя жизнь другой становится я очень хочу передать вам этот простой и в то же самое время фантастический секрет умение концентрировать внимание на том что ты делаешь когда ты играешь с семьей играй с семьей занимаешься с ребенком с ребенком занимаешься я помню давно вам рассказывал историю когда моя супруга уехала на гастроли с корейским оркестром в тайвань а я остался с сыночком которому сколько тогда было год или два а? да, около двух лет было около двух лет и я остался с ним и я вдруг понял что вначале что мне с ним не интересно мне с ним не интересно ну а что мне мужчине за сорок может быть интересного с ребенком которому и двух еще нет потому что когда ты играешь что-то в голове какие-то мысли какие-то планы там что-то это и он что-то тут хочет мне интересно когда вдруг я понял что я нахожусь с ним но одновременно не с ним а я ведь остался с ним я же сказал нет Диана не надо никаких нянек никаких папа займется взял на работе дни выходные специально чтобы быть сыном со своим а сам не с сыном хотя вроде бы какой-то папа с сыном да не с сыном я был в мыслях я был где-то в своих в интернете где-то я был чисто территориально был с ним и когда я вдруг это понял я осознал думаю подождите подожди Иисус говорил смотрите на птиц небесных смотрите на лилии помните да простые вещи которые берут наше внимание я думаю вот он играет в поезд я могу тоже это смотреть я могу быть с ним там что-то рисовать и когда я вдруг понял что мое внимание должно быть в нем в том что он занят между нами возник контакт и мне тут же стало с ним интересно тут же стало интересно с ним когда ваше внимание все по-другому начинает видеться ощущаться мы там с ним шутить начинали я и год с небольшим ребенок юмор какой-то у нас возник потому что ведь это же он еще говорить-то не мог но ведь это же все невербально ощущения были чувства были друг с другом все по-другому и в конце я хочу прочитать тоже прочитаю по переводу современному переводу российского библейского общества послание Колосинам третью главу первые два стиха апостол Павел пишет итак если Бог воскресил вас вместе со Христом стремитесь к тому что на небе там где Христос восседает по правую руку Бога помышляйте о вышнем а не о земном у нас у нас синодальном переводе говорится горнем но дословно греческое слово здесь вышнее и вот Павел побуждает чтобы мы направляли наше внимание стремились это делать осознанно направляли наше внимание к Вышнему Горнему когда в этом будет Твое внимание при чтении Библии или при молитве тогда в действительности и молитва и чтение Писания станут в Твоей жизни инструментами для Божьего воздействия на Твою жизнь прикосновения откровения наполнения благодати в этом есть суть поиска Царства Божьего и правда его когда ты в этом пребываешь в этом в этом находишься Бог тебе начинает открывать показывать и это не странные откровения которые сегодня придуманы верующими куча разных странных вещей я вообще не про это сейчас говорю это опять-таки плоды суетливого ума но Вы же пришли в церковь Вы же хотите видеть реальность не христианские сказочки слушать а их много не религиозные фантазии их тоже много Вы же хотите переживать его и я вам скажу что да это реально это реально переживать его так что вы никогда не перепутаете он это или нет потому что это настолько очевидно происходит единственное осознанно молитесь осознанно читайте слово помещая ваше внимание здесь не нужно бегать за количеством не надо можешь пять минут читать Библию осознанно пять минут читай это лучше чем полчаса неосознанно можешь пять минут молиться одну минуту молиться как вот эти космонавты говорят вот следишь за стрелкой первые разы не получается каждое да это ерунда я в космонавта хочу пять минут за стрелкой да что а вы попробуйте минуту тяжело наблюдать за секундной стрелкой ты вдруг на 15 секунды чувствуешь что ты уже думаешь о мировом правительстве или о выборах в США о ситуации в Беларуси о пандемии о болезни о чем угодно думаешь о семье своей о том что сына могут перевести на дистанционное обучение а ты не хочешь этого все 15 секунд мы не можем это вот поэтому тренируйтесь тренируйте ваше внимание у психотерапевтов есть много упражнений вы можете найти в интернете как тренировать свое внимание но я вам предлагаю чтение Библии и молитву но осознанное со вниманием со вниманием и когда вы начинаете это тренировать смотришь уже минуту могу молиться со вниманием уже три могу уже пять могу молиться но это молитва получается а не перечисление Богу всех проблем этого мира которые ты только можешь вспомнить потому что приходит такое состояние когда ты начинаешь концентрироваться на Божьем Царстве когда ты словно вообще не в мыслях находишься а в чем-то другом что Писание называет сферой духа многие не могут понять что это дух а мышление как это дух где он дух а есть мышление разум чем отличается от духа вот когда учишься на Царстве Божьем концентрироваться словно выходишь поднимаешься над разумом в эту духовную сферу и входишь в это состояние гармонии с ним вот это слияние то что я говорю это очень практические это очень практические вещи но я считаю именно в этом ключ и к благословенному чтению Писания к настоящему переживанию Бога во время молитвы давайте закроем глаза сейчас и склоним головы всемогущий Господь я благодарю тебя за то что я могу делиться с моими братьями и сестрами теми секретами которыми ты открываешь мне в духовной жизни и я молю мой Бог чтобы они не просто слышали меня но они стремились воплощать это в своей жизни я так хочу мой Бог чтобы каждый из нас мог переживать тебя и мог переживать твое присутствие намного больше чем раньше и накануне нового грядущего года я молю мой Бог чтобы мы задавали себе важнейшие вопросы чтобы мы умели отрешаться от суеты и помышлять о горнем помышлять о вечном помышлять о вышнем во время чего ты открываешь нам то чего мы не замечали раньше не видели раньше не обращали внимания раньше учи нас Господь не отдавать свое внимание другим людям не порабощать наше внимание не делать из нас рабов учи нас Господь осознанно распоряжаться своим вниманием тренироваться в этом во имя Иисуса Христа благословим и я молю мой Бог за каждого моего брата за каждую мою сестру чтобы в конце этого тяжелого но удивительного года мы могли многое переосмыслить мы могли многое пересмотреть многое по-новому обдумать Господь чтобы Боже переходя в новый 2021 год ты открыл нам Господь ты повел нас дальше чтобы это не был просто новый год по цифре это был действительно новый год в нашей жизни которого еще никогда не было раньше во имя Иисуса Христа благослови чтобы эти рождественские новогодние праздники мы провели не в суете сует но в размышлениях о горнем о вечном по имя Иисуса Христа благослови 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 я верю ты так много жаждешь показать нам открыть нам по имя Иисуса Христа слава тебе Иисус слава тебе Иисус Аллилуйя слава тебе Иисус слава тебе Иисус Аллилуйя 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 И давайте скажем все вместе, скажем с верой, всемогущий Бог, благослови эти последние недели уходящего года. Благослови Новый год нашей жизни. Открывайся нам в это время. Говори к нам. Учи нас слышать Твой голос во имя Иисуса Христа. И все доскажут Аминь. И давайте дим Богу славу, честь и хвало. Аминь. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ 1. На сайте церкви New Life.ru в разделе Поддержать нас с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ 2. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе Поддержать нас. Способ 3. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе Оплата услуг набрать церковь Новая жизнь города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ 4. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви NewLife.ru в разделе Поддержать нас. Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации.